Учёные и исследователи второго тематического направления были первопроходцами в создании ядерных боеприпасов. В середине 20 века специалистам приходилось идти по незведанному пути и решать целый комплекс сложнейших научно-технических, технологических, испытательных задач. Они принимали важные решения, которые были положены в разработку, производство и последующую эксплуатацию ядерных боеприпасов. Должен отметить, что та заслуга, которую и те результаты, которые на сегодняшний день с трудом можно оценить, были произведены в самое короткое время. Разнообразное количество боеприпасов, разные условия, разные носители. Но одно самое главное – все они вставали в ядерный щит, все они вставали на защиту нашей Родины. С поздравлениями к сотрудникам обратились руководители ВНИЭФ и вручили почётные грамоты и благодарственные письма Госкорпорации «Росатом» и Ядерного центра. Они отметили, что на базе КБ-2 сформировались уникальные научные школы, которые обеспечили надёжность ядерного оснащения страны. Коллектив специалистов в конструкторское бюро сложил основы отечественного ядерного боеприпасостроения. За все эти годы мы с вами не имели ни одного серьёзного инцидента с нашим ядерным оружием. Это говорит о том, что та школа проектирования, сопровождения и фактически сопровождения всего жизненного цикла ядерных боеприпасов, она уникальна, она совершенна. Руководители профсоюзной организации Ядерного центра Городской думы и администрации города отметили высокий профессиональный уровень специалистов в конструкторское бюро номер 2 и вручили награды от имени Законодательного собрания области и города. Огромная благодарность за вклад в увеличение и сохранение обороноспособности нашей страны, за вклад в социально-экономическое развитие нашего города, за воспитание квалифицированных кадров и за участие активное в общественно-политической жизни нашего города. На сегодняшний день конструкторское бюро номер 2 владеет всеми современными технологиями, внедряет их в производство, развивает и совершенствует. Это направление, связанное с суперкомпьютерными, цифровыми и информационными технологиями, которые обеспечивают самый высокий уровень разработки боеприпасов, стоящих на вооружении нашей страны.